Добрый день, дамы и господа! У нас сегодня впервые на обзоре тепловой насос и мы его представляем брендом Cooper & Hunter Это известный бренд в изготовлении тепловых насосов и обычных кондиционеров 90% моделей Cooper Hunter делается на заводе GRI, на самом лучшем заводе на самом лучшем китайском заводе и качество у них, соответственно самое лучшее, какое может быть Это Cooper & Hunter модель Supreme Continental Почему такой большой? Потому что он на 7 кВт на 7 кВт в номинале, а на тепло 8 кВт с лишним То есть такой малыш выдает 8,5 кВт тепла для вашего дома и они используются для обогрева в зимнее время в частных домах в основном Значит, на коробке сразу мы видим что этот блок поддерживает Wi-Fi, уже сразу работает по Wi-Fi, он работает от минус 25 до плюс 48 Это инвертор 5-го поколения кондиционера То есть до этого еще было 4 поколения таких подобных, видимо И работает на совершенно новом Freon R32 Самом безопасном Freon Самом последнем Freon 2021 года Вот, в принципе, основные показатели что мы сразу видим по коробке Теперь давайте же вскроем и посмотрим насколько он красив и функционален Поехали! Ну вот мы распаковали нашего малыша Это огромный блок Больше метров в длину Передняя панель плоская Имеет такую фактуру, так скажем То есть внутри нарисованы такие линии То есть она не просто одного цвета Он какой-то золотой цвета Шампань Фантом дисплей Ничего не видно То есть он вот здесь Фантом дисплей У него с этой стороны Вот такой вот огромный блок В принципе, по дизайну Вполне сносный Для такого огромного Кондиционера Такой коробки Так скажем Они обычно вообще ведут В принципе, чем больше Тем квадратнее Но здесь есть такие вот Скругленные линии Вот этот скос Сделан достаточно гармонично Огромная жалюзина И внутренняя Горизонтальная жалюзи Она имеет привод И с пульта Все это дело управляется Что-то это же жалюзи Что это жалюзи Полностью управляется Дальше Если открыть крышку Не обойти его так Сразу видим тоже Огромные фильтры Огромный теплообменник Блюфин Просто Просто огромный Он с большим загибом То есть Сзади С вес теплообменника Очень большой КПД этого Кондиционера Очень-очень большой У него класс Энергоэффективности А3+, Что на холод Что на обогрев Это один из самых Высоких классов С той стороны Мы сразу видим Встроен Wi-Fi Такой модуль белый То есть С помощью него Вы можете управлять Кондиционером Где бы вы ни находились То есть Подразумевается Что этот блок У вас стоит Где-то в загородном доме На даче И вы можете Выезжая из Москвы Нажать кнопочку И кондиционер Включится на обогрев И будет работать К вашему приезду Обогреет Так скажем Большую площадь Вашего дома А он рассчитан Примерно на 8,5 кВт Ориентировочно На 80 метров Точно рассчитан Поэтому весь первый этаж Он может практически Протопить Самостоятельно Помимо Wi-Fi модуля Большого теплообменника Огромного блока В данном кондиционере Есть еще функция Плазменной очистки воздуха Этот блок Встроен Вот там Вот зелененький Такой блок С двумя иглами Блок большой Мы такой блок Уже видели В кондиционерах Хайр В некоторых моделях И он действительно Такой большой И достаточно хорошо работает И позволяет вам Очищать воздух Лучше чем Обычные сетчатые фильтры То есть Это доп.очистка Что касается Нашего огромного фильтра Это сетка Которая имеет Такую 3D 3D фактуру Очень мелкая И достаточно хорошо Снимает Так скажем Пыль из воздуха Она имеет вставки Дополнительные Эти вставки Есть в комплекте Их две штуки Так что У вас будет Доп.фильтрация И этот фильтр Вставляется Так как он большой Он вставляется Достаточно Сложно Не обращайте Внимание на дизайн Этого монстра Это действительно блок Который рассчитан На обогрев Он не должен обладать Каким-то Специфическим Дизайном Каким-то Дизайнерскими Линиями И так далее Это просто Очень мощный Кондиционер Очень мощный Кондиционер Который работает В режиме Обогрева Зимой до Минус 25 То есть Это рабочая лошадь Которая будет вас Спасать зимой В холодные морозы От холода На улице И у вас будет Дома комфортно И тепло При этом вы будете Тратить на электричество Гораздо Меньше денег Чем при отоплении Обычным Обычным Электричеством Для многих Будет открытием Что вот такой Тепловой насос Это кондиционер Который работает Зимой на обогрев Он выдает 8,5 кВт Тепла А потребляет Порядка 3,5-4 кВт И именно поэтому При обогреве Таким тепловым насосом Вы будете Экономить В два раза А то и больше На электричестве При этом Вы получаете Еще и летом Прибор Который охлаждает Вам воздух Это тоже Не надо забывать То есть Вы убиваете Двух зайцев И охлаждение И обогрев Если вам Не нравится Цвет Шампань Такой блок Именно Этой Серии Бывает еще Серебристый Белый И черный Все они Глянцевые Блестящие Как вот этот И бульт У этого кондиционера Должен быть Тоже по царски Большим И он Видите Какой огромный Имеет Необычную Форму Потому что Он Открывается И вращается В полноценную Панель управления То есть С этой стороны Вы можете Управлять Скоростью Вентилятора Уменьшать Или увеличивать Температуру Выбирать режим На котором Он работает Обогрев Охлаждение Осушение Или просто Вентиляция И кнопка Включения Выключения Дисплей Имеет Подсветку Рыжую Что вам Будет Помогать Ночью Вы будете Хорошо Видеть То что Вы ставите Цифры Большие Индикация Приятная Все очень Удобно Все значки На дисплее Имеют Пиктограммки По которым Все понятно Какой режим Вы выбрали И при открывании Мы видим Что Вот эти кнопки Они Просто лишь Нажимают Вот на Определенные Кнопки Из этих Которые Скрыты И мы видим Дополнительные Еще функции Значит Мы видим Турбо режим Кнопки управления Жалюзи Бесшумные Режимы Часы Можно выставлять Таймер На включение Таймер На выключение Режим iFill Это режим Который позволяет Вам Положить пульт В то место И где вы будете Находиться И он будет Ориентироваться Именно по этому Месту Потому что Датчик в пульте Считывает температуру Этого места Где лежит И кондиционер Будет добиваться Параметров Заданных Именно в этом месте Помимо Основных Кнопок управления Есть функция Light Это подсветка Самого Индикации Phantom дисплея Кнопка Wi-Fi Кнопка Quiet То есть Это тихий режим И Кнопка Sleep Ночной режим Кнопка Quiet И кнопка Sleep Для многих Эти кнопки Имеют Вроде как Одинаковые Функцию И тот Тихий режим Но Quiet Это именно Тихий режим А Sleep Это режим Когда Кондиционер Повышает На несколько Градусов Температуру В то время Когда вы спите То есть Вы ставите Его На 22 До 8 Градуса И Через Каждый Час Он добавляет По градусу То есть Через час Он будет 23 А потом Будет К примеру 24 Повышает Температуру Чтобы в ночи Не замерзали И просыпаетесь Вы В мокром Поту Когда у вас Утром 36 градусов Тепла Шучу Там всего лишь 1-2 градуса Поднимается Температура Поэтому Не зажаритесь Вы Утром Ну что Давайте Перейдем Уже К внешнему Блоку Там Скрыто Самое Интересное Потому что Тепловой Насос Именно И славится Тем Что Все Основное Находится Именно Во внешнем Блоке Внутренний Блок Помимо То Что Просто Большой В нем По сути Ничего Не должно Быть Все Фишки Теплового Насоса Спрятаны Во внешнем Блоке Который Я сейчас Вам Покажу Он Не меньше А то И даже Больше Чем Этот Внутренний Блок Сильно Больше Поехали Вот Такой Огромнейший Тепловой Насос Большой Диффузор На Всю Почти Лицевую Панель Осталась Небольшая Часть Для Компрессора И Сзади Я Конечно Вам Не покажу Но Там На всю Площадь Практически На всю Площадь Теплообменник То есть С левой Стороны Только Вот такая Часть Металлической Планки Он Занимает Всю Длину Значит Еще Из Внешних Особенностей Крышка Передняя Вот Это Пластик Верхняя Крышка С Большими Ребрами Жесткости Я Сейчас Вам Их Покажу Здесь Все Закрыто Все Хорошо Давайте Приступим К Разбору И Непосредственно Посмотрим Чем Отличается Тепловой Насос Давайте Начнем С Верхней Крышечки Аккуратненько Поднимаем Огромное Вот Те Ребра По которой Я Вам Говорил Ребра Мощные Потому Что Крышка Большая И Оребрение Соответственно Максимальное Здесь Есть Проклейка Вместе Контакта С Корпусом С Планкой Вентилятора Чтобы Ничего Не Гремело Это Хорошо Боковая Крышка С Небольшой Проклейкой Конечно Непривычно Все таких Здоровых Лошадиных Размеров Вот Посмотрите Какой Диффузор Как Двигатель От Боинга Просто Таз Поэтому КПД Такого Кондиционера Очень Большое Ну что Мы сразу Видим Первые Признаки Тепловых Насосов Это Обогрев Поддона Внешнего Блока Вот Такой Греющий Кабель Эластичный Как Как Резина Как будто Натянутая Прогревает Весь Картер И Тем Самым Предотвращает Образование Наледи Во Внешнем Блоке Ведь Когда У вас Кондиционер Работает На Именно С помощью Вот Этого Греющего Кабеля Конденсат Который Вырабатывается Теплообменником Он Его Оттапливает И Дает ему Шанс Слиться Из Внешнего Блока Помимо Нагревателя Мы Видим Двойной Толстенный Теплообменник С той стороны Огромный Вентилятор DC Конечно же Мотор Бесщеточный И так Как Это Тепловой Насос Высокоэффективный Конечно же Это Инверторный Кондиционер У него Огромная Плата управления Спрятана Здесь Огромный Компрессор Он Женасос И все Все Гигантских Размеров Как и положено Этому Кондиционерам В принципе Сделано Все Достаточно Ну Как Вы Видите Хорошо Несколько Магнитных Катушек Таких От Помех Защищающих Давайте Заглянем Непосредственно В сердце Нашего Теплового Насоса И Посмотрим Что за Компрессор Но я Предполагаю Что это Гришный Компрессор Раз Делает Гри Завод Но мы Сейчас Это еще И увидим Сняв Шубку Шубка Вот такая Она с двух сторон Мягенькая Не пылящая Внутри Вибро То есть Шуба Приятная Дальше Тоже мы Видим Сразу Отличительные Особенности Все Проклеено Докипатель Оклеен Ну это Больше Виброизоляция Все таки Такая штука Не тепло Изоляция Но она Как и тепло Тоже может Выполнять Конечно Функцию И у нас Компрессор Еще В дополнительной Шубке Сейчас мы Снимем И посмотрим Это уже Шуба Кожаная Кожзам И внутри Такая же Черная Приятная Волчья Шерсть Да Компрессор Марки Гри Джухайландо Компрессор Все Как полагается 900-7 7200 Оборотов R32 Жвачка Китайская Китайцы Пожевали И прилепили Сюда На заводе Нельзя выкинуть Жвачки Они сюда Лепят Живали Живали Китайцы Жвачку Выкинуть На заводе Негде Потому что Завод Гри Очень чистый Завод Там Прямо Все Идеально Начищено Нализано Выбрасывать Конечно же Нельзя Стуль У них Нет Куда Можно Под стул Приклеить И столов Тоже Потому что Они стоят На заводе И решили Они приклеить Жвачку Свою Вот сюда И приклеили Но ничем Не пахнет Китайцы Живачку Которая Нейтральная По вкусу А по датчикам Давайте сразу Пробежимся Что у нас Есть технологичного В гидравлической Обвязке Компрессора Раз датчик На трубе Нагнетающий Сверху У нас Сойдется Давление Здесь Датчик Высокого давления Раз датчик Датчик Два Уличный датчик Который Стоит на Теплообменнике На улице Третий датчик На трубе Здесь Три датчика Три датчика Позволяет ему работать Как тепловому насосу Кстати По По фильтрам Здесь Достаточно много Фильтров Раз Два Три Три фильтра Которые позволяют Лучше работать Системе Это очень круто Уже Непосредственно Так как Дипловой насос Он имеет Клапаны РВ Который Дозирует Количество Хладагента На подающей линии Во внутренний блок Давайте посмотрим Гидравлическую Развязку Поближе Сейчас я подвину Все это дело Ну что Давайте распутаем Этот паутинный труб Значит Смотрите Вот у нас Идет Трубка Где у нас Самое высокое давление Выход из компрессора Она нагнетает Газообразный фреон В наш Теплообменник Вот эта трубка Она проходя через Четырех Ходовый клапан Загоняет газообразный фреон В наш Теплообменник И как мы видим Отличие Если у обычного кондиционера Там вход Как правило Один или два То тут У нас Такой паук Сюда вход Здесь вход Здесь вход И здесь вход То есть В теплообменник С разных сторон Заходит Газообразный фреон Который будет Конденсироваться Превращаться в жидкость В нашем Большом теплообменнике И все это дело Выходит В одном месте Вот здесь вот Выходит Попадает на РВшный клапан И через тоненькую 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 трубочку Подается обратно Сюда Во внутренний блок Но если вы Самые зоркие Вы еще увидели Вот этот Пятерник Это по сути выход То есть У нас входов Много В теплообменник Но и выходов Тоже пять Пять выходов Которые потом Прогоняются Через одну Трубочку И возвращаются По одной На клапан РВ Сумасшедшая Развязка Именно поэтому Имея такой Компрессор Имея хороший Инверторную Регулировку Имея Подогрев Поддона И такой Огромный Теплообменник Это и есть Тепловой Насос Который Так эффективно Работает в Режиме Обогрева Помимо Компонентов Из которых Стоит Тепловой Насос Алгоритм Мозгов Настроен Настолько Правильно Что он Позволяет Регулировать Циклы Оттайки И работы Очень Грамотно Поэтому Эффективность Тепловых Насосов Выше Чем Обычного Кондиционера Ну что В принципе На этом все Давайте я Сделаю Замер Объема Теплообменника Чтобы показать Вам на сравнении Сколько же Он Кубических Сантиметров Толщина У нас 4 сантиметра Смело 4 прям Высота Вставляет 66,1 И длина Этого Теплообменника 100 100 На 66,1 И на 4 И получается 26 440 Сантиметров Кубических 26 1000 Для сравнения Максимальный Теплообменник Внешнего блока Который был На нашем канале Был у Митсубиси Серии АП С индексом 25 Там Теплообменник Был 9700 Что Если Соизмерить С этим блоком Получается По сути Равноценно То есть В 2,7 раза Этот Теплообменник Больше Но и Мощность Этого Кондиционера Тоже Примерно В 2,7 раза Больше Что Я хотел сказать Что кондиционер Купер Энт Хантер Такой же По своей Энергоэффективности Как один из Топовых Митсубиси Электриков То есть Китайский Купер Равен Хорошему Митсубиси Электрику Это очень Круто Получается Потому что Равноценно Митсубиси Стоит Существенно Дороже Чем Купер Стоимость Этого Зверя На Конец Октября 21 Года 143 тысячи Рублей Что Если сравнить С электрическими Обогревателями Например Ноба Который Мы продаем Примерно Сопоставима То есть Если мы Посчитаем Ноба На такую же площадь Как он может Обогреть Это получится У нас Примерно На 75 тысяч Рублей Но если мы Добавим Вайфай Как здесь Есть Вайфай У этого Кондиционера То Ноба Стоимость Ноба Увеличится До 130 тысяч Рублей Что Очень Близко Сопоставимо С кондиционером Ну Есть здесь Плюсы Мы Можем Использовать Его летом На охлаждение Обогреватель Ноба Мы не можем Летом На охлаждение И Мы Экономим На электричестве В 2 А может Даже В 3 Раза При использовании Теплового Насоса Как вы Знаете Обогреватели Потребляют Только Сколько Выдают То есть При Выдаче 8,5 Киловат 9,2 Киловат Как он Выдаёт Обогреватель Будет Потреблять 9,2 Киловат А он При Выдаче 9,2 Киловат Может Потреблять Всего 3,5 Киловат Что Сильно Эффективней Мы Встречаем Очень Часто Проекты Где Тепловые Насосы Работают В качестве Единственного Источника Отопления И Эта Тенденция Растёт По крайней мере В Подмосковье А в более Тёплых Регионах Это вообще В принципе Однозначная Рекомендация К покупке Потому что Можно полностью Заменить Всё электрическое Отопление С помощью Тепловых Насосов Давайте Подведём Итог Обогреваться Тепловым Насосом Дешевле Чем Электрическим Отоплением Чем Обычными Обогревателями Конвекторами И так Далее Газ Конечно же Превосходит Все Виды Отопления Поэтому После Газа Идет Тепловой Насос Стоимость Затрат На него Достаточно Большая Изначальная Но Мы Окупаемся При Ежегодном Использовании На этом Все Надеюсь Данный Трижды Уникальный Обзор Был Интересен Если Вам Все Понравилось Ставьте Лайки Не Понравилось Ставьте Дизлайки Пишите Ваши Комментарии Вопросы Я думаю Что мы Ещё Снимем Ни Один Тепловой Насос Поэтому Обязательно Подписывайтесь На наш Канал Чтобы Не Пропустить Следующие Обзоры Интересной Техники До Новых Встреч Пока Пока Продолжение следует